Военная акция для лоббирования интересов Зачем США оккупировали мексиканский Веракрус в начале 20 века? 21 апреля 2019 года 13.2 Святослав Князев 105 лет назад началась американская оккупация мексиканского Веракруса. Тысячи военнослужащих США вопреки международному праву удерживали контроль над городом около 7 месяцев. По мнению экспертов, таким образом Соединенные Штаты пытались повлиять на внутриполитическую ситуацию в Мексике и поддержать проамериканские силы, однако своих целей достигли лишь частично. Агрессия в Веракрусе считается одним из эпизодов так называемых банановых войн, попыток властей США силой утвердить свое господство в Центральной Америке и Карибском бассейне в начале ХХ века. На протяжении 1618 столетия европейские державы колонизировали большую часть Америки. Занятые ими земли становились объектами жестокой эксплуатации. Сложившимся положением вещей были недовольны не только коренные народы, но и потомки белых переселенцев, которые имели значительно меньше прав, чем жители метрополий. В результате войны за независимость 1775-1783 годов было образовано новое государство, Соединенные Штаты Америки. А в ходе наполеоновских войн, когда европейским державам было не до проблем нового света, восстания в Латинской Америке создали почву для настоящего парада суверенитетов. И Мексика была в числе и стран, которые активно боролись за свою независимость. Война за суверенитет началась на ее территории в 1810 году и завершилась его признанием со стороны Испании в 1821. Однако после окончания наполеоновских войн и Венского конгресса Европа взяла курс на восстановление монархии. В начале 1820-х годов руководители ряда европейских стран договорились о совместном противостоянии революционным выступлениям в Латинской Америке, а заодно задумались о перспективе вторжения в бывшие латиноамериканские колонии Мадрида, чтобы вернуть их испанской короне. Но эти идеи вызвали жесткую реакцию со стороны США. 2 декабря 1823 года президент Джеймс Монро в ходе обращения к Конгрессу сформулировал новую внешнеполитическую доктрину, суть которой заключалась в том, что Вашингтон берет на себя обязательство не вмешиваться в дело Старого Света, но и европейские страны под угрозой военного ответа США прекратят попытки влиять на американские государства. По словам генерального директора Латиноамериканского культурного центра имени Уга Чавеса Егора Лидовского, американцы при этом преследовали отнюдь негуманистические цели. Соединенные Штаты начали рассматривать Латинскую Америку как свой задний двор, на котором они должны свободно реализовывать экономические и политические планы, заявил эксперт. Мексиканская революция. В середине столетия страна потеряла примерно половину своих земель в войне с США и пережила англо-франко-испанскую интервенцию. Захватчики предприняли неудачную попытку превратить ее в монархию, но были разгромлены. В 1867 году Мексика вновь стала республикой. Однако спустя 9 лет в стране произошел государственный переворот. К власти при поддержке США пришел генерал Порфирио Диас. Манипулируя голосами избирателей и электоральными процедурами, он руководил Мексикой более 30 лет. В этот период около 60% мексиканского импорта и 77% экспорта приходилось на Соединенные Штаты. Американцы контролировали в Мексике значительную часть добывающей промышленности, включая нефтяные промыслы, и сельского хозяйства. В 1906 году на американских рудниках Канания произошла забастовка. Американский персонал открыл огонь по рабочим и подавил выступления, однако произошедшее стало символом обострения ситуации в стране. Постепенно отношения между Вашингтоном и режимом Диаса начали портиться. Власти США были недовольны тем, что официальный Мехико создает преференции для британского бизнеса, но неохотно идет навстречу США в вопросах территориальных уступок и аренды военных баз. Поэтому Штату решили сделать ставку на оппозиционера Франсиско Мадера, который инициировал восстание против Диаса. Под давлением сразу нескольких повстанческих армий Диас вынужден был в 1911 году подать в отставку и уехать из страны. В октябре того же года Мадера стал президентом, назначив на ключевые должности в правительстве своих родственников. После того как крестьяне поняли, что Мадера не собирается решать аграрный вопрос, бывшие соратники подняли восстание уже против него. Главнокомандующим своими войсками Мадера назначил экс-сторонника Диаса, генерала Викториано Уэрту. Сначала новому президенту улыбнулась удача, он смог разбить тех, кто ранее помог ему прийти к власти. Однако ситуация в стране оставалась тяжелой, и в 1913 году против Мадерова стала группа военных. Уэрта лишь имитировал борьбу с повстанцами, а затем арестовал президента и, как главнокомандующий, возглавил страну. Хотя Уэрта и не провел аграрную реформу, он вернул индейцам часть конфискованных земель. Предпринял ряд шагов, направленных на защиту прав рабочих, и увеличил расходы на образование. При нем в Мексике заговорили об установлении государственного контроля над добычей нефти, что было крайне опасно для американских корпораций. Уэрту признали все ведущие европейские державы, но не Соединенные Штаты. Как и во времена Диаса, против центральной власти при Уэрте действовали сразу несколько повстанческих армий, придерживающихся идеологии самого разного толка. Положение нового главы государства осложнялось американским эмбарго на продажу ему оружия. Окупация Веракруса Военные корабли США находились у берегов Мексики с февраля 1913 года. 9 апреля 1914 года группа американцев без разрешения местных военных попыталась пройти за керосином на склад в Тампика. Город в это время находился в осаде повстанческих войск, в нем действовал особый режим. Поведение иностранцев вызывало подозрения у охраны склада, и американцы были задержаны. Их выпустили практически сразу, принеся извинения, но Вашингтон зацепился за эту ситуацию как повод для конфликта. Власти США потребовали письменных извинений и салютов в знак почтения мексиканцев к американскому флагу. Под контролем США, зачем НАТО втягивает в свою орбиту страны Латинской Америки статус партнеров Североатлантического альянса может быть предоставлен некоторым латиноамериканским странам, заявил генеральный. 20 апреля американцы узнали, что в порт Веракрус направляется судно и пиранга с грузом оружия, закупленного для Мексики российско-германскими посредниками. Власти США сначала решили захватить его силой, но так как формально между Германией, штатами и Мексикой не было войны, Берлин мог расценить их действия как пиратство, поэтому Вашингтон откорректировал свои планы. Оружие решили отобрат на мексиканской таможне. 21 апреля 1914 года в Веракрусе высадились 1200 морских пехотинцев США и вооруженных матросов, захвативших порт, вокзал и телеграф. Мексиканский гарнизон состоял всего из 600 военнослужащих, к которым присоединились несколько сот гражданских волонтеров. Военное министерство приняло решение вывести войска из города, но было уже поздно, начались бои. После того как американцы потеряли четверых убитыми и несколько десятков человек ранеными, к Веракрусу стянулась большая часть Атлантического флота США. На берег высадились еще 3000 десантников. 22 апреля сопротивление мексиканских военных и добровольцев было подавлено превосходящими силами захватчиков. При защите Веракруса отличился 19-летний лейтенант Хаси Азоэта, сын начальника местной военно-морской академии. Молодой человек лично сдерживал наступающую морскую пехоту США огнем из пулемета, пока не получил тяжелое огнестрельное ранение от американского снайпера. Лейтенант отказался от любой американской помощи и вскоре умер. Оккупационная администрация запретила организовывать торжественные похороны героя, однако жители Веракруса, рискуя жизнью, массово вышли проводить его в последний путь. И пиранга на фоне конфликта ушла в другой порт. Американцы о ней уже не вспоминали. Оккупационный гарнизон был доведен до 8000 человек. Но этих сил все равно не хватало для масштабной экспансии. Власти США инициировали переговоры с различными сторонами конфликта и договорились о создании коалиционного правительства. Впрочем, вскоре это положение утратило свою актуальность. В июле Уэрта ушел в отставку, а пришедшая к власти оппозиция, несмотря на лояльность Вашингтону, попросила американцев покинуть Веракрус. Тем не менее оккупация затянулась до ноября. Уэрта пытался вернуть себе власть, но был схвачен американскими властями и брошен в тюрьму, где умер от цирроза печени. Историки не исключают, что он мог быть отравлен. В 1917 году оппонент Уэрта Венусиана Каранца победил на президентских выборах. Острая фаза революции завершилась, но бои с повстанческими группировками продолжались еще несколько лет. Смена власти не принесла народу существенного облегчения. Аграрная реформа проводилась медленно, а американское влияние в экономике было ограничено только в конце 1930-х. Банановые войны Оккупацию в Веракрусе историки называют одним из эпизодов так называемых «банановых войн» – серии актов агрессии США против Испании и латыноамериканских стран, имевших место с 1898 до 1930-х годов. Их не считали полноценными людьми. Почему власти США не позволили индейцам создать собственный штат 14 июля 1905 года? Коренные американцы, принудительно выселенные властями США на так называемую «индейскую территорию», объявили О. Военные акции проводились обычно либо с целью поддержки лояльных США политиков и насаждения своих порядков, либо для лоббирования интересов американских корпораций. При этом заход американских компаний на рынок страны и приход к власти проамериканских политиков негативно сказывался на качестве жизни населения, пока чиновники и бизнесмены получали колоссальные прибыли, обычные люди едва выживали. Ни о какой взаимной выгоде не могло быть речи, рассказал политолог Егор Лидовской. По словам заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМОМИ и ТРФ Бориса Мартынова, банановые войны стали одними из проявлений превращения США в великую державу. Это были первые шаги нового империализма, подчеркнул эксперт. Таким образом, под разговоры о демократических ценностях США устанавливали контроль над территорией других стран. Продолжение следует...